Анапа, день, где-то 12 часов дня, нахожусь я в районе Малая Бухта, санаторий, вот лифт, так называемый зимний пляж. Сейчас предлагаю вам прогуляться на зимний пляж, посмотреть, что-то как, как он выглядит, один из пляжей нашего города. С утра было в тени плюс 31 градус, сейчас днем какая-то облачность, благодаря этому немножко свежо, дует бриз, ветерок и по ощущениям очников. Сегодня очень большая пробка была на въезд в город, потому что едут гости нашего курорта, едут близ ближайших городов, с Краснодара с того же. Люди хотят уже покупаться, море теплое, все располагает для отдыха, почему бы и нет, особенно кто живет недалеко, а кто далеко, так тем более. Так, есть, смотрите, два варианта, на нефть спуститься, но я не захотела, зная, зачем я буду занимать место, и вот такие ступени. Сейчас пойду спускаться вниз. Вот такая вот лестница, и мне нравится дальше здесь спускаться. И мне очень, очень нравится. Подходим в такой вот виз. Слышно. Ну, давай. Так, ну все, вот так, смотрим, сколько прокат шезлонга. Прокат шезлонга 200 рублей, ну, наверное, на целый день. Кстати, цена такая уже повеселее, на высоком берегу цена 300 рублей. Так, туалеты вижу, массажисты. Так, и здесь вот такие спуск с тупеньки. Водичка чистенькая, хорошенькая, я вижу. Мирлянные шезлонги. Шезлонги как на высоком берегу выглядят, я вижу. Ну как, вам нравится, были ли вы на этом пляже? Напишите, нравится вам галечные пляжи или песчаные? Мне интересно узнать, и вообще, интересно ли вам обзора. Жду обратной связи. Переместилась я к другому спуску. Еще раз на нем. Так вот здесь выглядит. Кстати, вот те самые знаменитые бани, вот морская баня, кстати, вот она где находится. И окунание. Помните, я вам зимой снимала, очень популярное место. Зимой парятся и в море окунаются даже в шторм. И там, ну, там просто кафе, а банька получается вот. Сейчас, ну, не реклама, просто к сведению снимаю. Так вот, интересно. Длинный пляж, вот вперед. Вот, я в середине примерно сейчас нахожусь. Ну, спуск крутой довольно-таки, имейте в виду. Конечно, с детьми тут поменьше людей, потому что... Ну, куда? Смотрите. Голодо, да? Сколько ступенечек-то? Ступенечек-то прямо это прилично, да? Сейчас скользкие нет. Сейчас пойду проверять. Там тоже спуски получаются лестничные. Ну, водичка сегодня чистая, приятная. Вообще, очень приятная. А еще хочу рассказать, представляете, мне девушка отдала чек от шезлонга. Тут шезлонг стоит 200 рублей. Она такая, говорит, хотите, я сейчас ухожу. Говорит, хотите маленько полежать, позагорать? Я говорю, вы правда, что ли, мне это хотите отдать? Она такая, да, ну что, сейчас зря я тебе оплатила, пропадать будет. А, грубо говоря, мне неудобно, говорю, брать, но как-то у меня даже нечего взамен дать. Она такая, да не надо, девушка с Мурманска. Короче, северяне северянам помогают. Пришел, говорит, все, держите, все, мне не жалко, у меня планы поменялись. Я говорю, может, вы вечером придете? Она такая, нет. А тут, получается, аренда шезлонга на целый день. Ну, то есть, как бы можешь вернуться там, прийти. Вот так, спасибо, спасибо, ну, я не знаю, смотрит она мой влог, не смотрит, ну, спасибо, я вообще поражена. Впервые, знаете, как-то очень приятно. Вот такие вот отдыхающие приятные здесь. Посмотрите, какие шапки не сужены. С ума сойти, да? Все, такая гортензия, как этот шар такой, с ума сойти. Так, это знаменитый ресторан Ковчег. Ну, гортензии просто, я не знаю, просто восхитительно. Какая красота, боже мой. Сегодня такой замечательный день. Продолжаю продолжению того видео. Хочу рассказать. Все-таки, так называемым зимним пляжем я не искупалась. Представляете, а вот эти ступеньки, они железные, во-первых, под углом. Очень скользкие, я не стала рисковать. И поняла, что подскользнуть упаду. И в итоге вечером я решила приехать в район пляжа Пансионат Кристалл. Покажу, как здесь обстановка. И, наверное, как раз будет концовка для моего обзорчика. На закате, закатное солнышко. Люблю на закате, уже не жарко. Сегодня очень жаркий день. Было плюс 33-34 в тени. Так, от Пансионата Кристалл вижу. Такая вот атмосфера. Дорожка мне нравится, прям до самого бережка. И, смотрите, я здесь снимала зимой в пустоте. А теперь здесь инфраструктура вот такая. Обратила внимание, что в море здесь очень-очень далеко идти. Да, хорошо ножком все, но прямо вот долго идти. Вот море, оно настолько разное здесь в Анапе. Вот прям очень разное. И вот так вот, такой вот обзорчик. Ну, поскольку сейчас вечер, я не стала шезлом карендовать. Просто тут решила посидеть. А цены, вот так вот, считайте сами, какие цены. Вот цена. В общем, я устала, ребят. Ой, ребят, сейчас обидится кто. В общем, дорогие зрители, я устала. Вообще, жара утомляет. Еще сегодня влажный воздух. Наверное, не пойду я прогуливаться. Сегодня нагулялась в городе. Показала я вам цены. Такие вот дела. Давайте еще раз полюбуемся на закатное солнце. Смотрите, сегодня, кстати, обещано было дожди. Напишут, что в пределах Краснодарского края. Бывает, что в Краснодаре бывает и град и дождь. Но в Анапе пока еще не было. Воздух восхитительный. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, если смотрите мои видео без подписки. Все, вся актуальная информация по городу Анапе, по пляжам на моем канале. Скоро откроется телеграм-канал. Обязательно ссылочку оставлю. Вы узнаете об этом первыми. Ну, а мы, ну, а точнее я езжу путь домой. И не могу не налюбоваться на это восхитительное море. Боже мой, какой бриз. Просто, просто восхитительно. Самое интересное, вот влажность такая вечером была. Видите, и на закатном солнышке видны тучки, да. Но в Анапе дождик не ожидается. Не ожидается. Ну, и, в принципе, хорошо. Недаром говорят, Анапа солнечный город. Напишите, понравилось вам видео, как оно. Едете ли вы, Анапа вас ждет. Пишите, когда вы приедете. Очень интересно узнать. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»